Таджикистан Таджикистанские чиновники заявили, что протест рабочих был неправомерным, так как якобы в прошлом году рабочим повысили зарплату до 80-85 тысяч рублей. Напомним, что 15 января 55 трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана провели забастовку на заводе Химпек с требованиями повысить зарплату и выплатить отпускные за прошедший 2023 год. Администрация предприятия в свою очередь выплатила бастующим зарплату за первую половину января и выгнала с работы. Недовольные трудовые мигранты таким несправедливым решением обратились в виде обращения к правительству Таджикистана, чтобы соответствующие ведомства вмешались и защитили их права. Вместо того, чтобы поддержать нас, представители Минтруда поддержали российского работодателя. Наши ребята не сделали ничего плохого. Это и не провокация, и не правонарушение. Российский работодатель знает, что власти Таджикистана не поддерживают мигрантов, поэтому и увольняют их, и не платят достойную зарплату, рассказал один из мигрантов на условиях анонимности. Россияне преступники уходят от ответственности. Также мигранты заявили в интервью Азади, что в пресс-релизе Минтруда Таджикистана информация не соответствует действительности. Они никогда не получали зарплату в размере 80-85 тысяч рублей, а руководство ХИМПЭК не выполнило ни одного из своих обещаний. Примечательно, что в конце прошлого месяца президент Рахмон в своем выступлении перед парламентом неожиданно затронул тему трудовых мигрантов, пообещав защитить их права. Как и ожидалось, его обещания оказались всего лишь популистской риторикой, что наглядно продемонстрировало Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана. Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана. Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана.